Я хочу вас уговорить написать психологический брачный договор. Именно психологический брачный договор. Ну, вы знаете, юридический брачный договор, когда вы подписываете, и сейчас многие уже это делают, но перед свадьбой или даже уже потом, после свадьбы, подписывают материальные претензии друг к другу после того, как разведутся. Мой психологический брачный договор – это договор тех людей, которые садятся в семейную лодку и хотят поплыть в море жизни. Вот. Это как бы договариваться на берегу. Но я часто прошу пару написать психологический брачный договор даже тогда, когда они прожили год, два, три, пять, десять и более лет. Они жили по умолчанию. Вот как программы в компьютере по умолчанию бывают. Ну, что это за жизнь по умолчанию, даже когда сам себе правду не говоришь? И вот я уверен, что психологический брачный договор – это договор не на развод, а договор на жизнь. Как вы будете жить в паре? Какие кризисы заранее обговорите? Как вы будете выходить, когда вас будет посещать раздражение, злость? Все это раздирает душу. Как можно в этот момент подумать о чем-то? А у вас есть психологический брачный договор. Взяли, почитали друг другу, носом тканули. Шутка. Но в этой шутке есть ирония правды. Вы поймите, даже гражданский брак, как многие называют, а гражданский брак – это только тот брак, который зарегистрирован в ЗАГСе, а так, то, что вы называете – это простое сожительство, тоже, наверное, требует психологического брачного договора. И особенно требует, потому что вы как бы сами перед друг другом даете какие-то обязательства. Не просто там печать ставите, а даете обязательства, что будете поступать так или иначе. Это соглашение вас, двух только взрослых людей. Вы никому не обязаны давать читать, наверное, только кроме меня. И вы должны продумать и ответить на те вопросы. А у меня будет рыба дана психологического брачного договора, где раскрыты многие вопросы. И вы попытаетесь ответить. Так вот, уберем страусиную политику. Не будем прятаться от ответственности. Вы знаете, я расскажу немножко такую одну историю. Жила одна была пара, как в сказке, более 30 лет. И вот приболела жена, наверное, сильно приболела. И муж на завтрак намазал ей горбушку хлеба маслом там на завтрак. Она взяла эту горбушку хлеба. У нее затряслись руки, навернулись слезы на глазах. И она сказала, я так люблю горбушку от хлеба. Муж спрашивает ее, почему ты мне всегда мазала горбушку хлеба на завтрак, а я ее ел и давился, и не мог тебе сказать, что не люблю горбушку. Он боялся тебя обидеть. И вот они прошли 30 лет по умолчанию. А если бы они в брачном договоре написали про эту горбушку хлеба? Это не шутка. Это серьезный разговор. Поэтому я вам дам образец, он такой условный, я уже сказал, как рыба. Там вопросы поставлены. Вы можете читать, на что-то ответили, что-то пропустили. Может быть, вам что-то покажется интересным, вы более подробно написали. Так вот, я сейчас отвечу вам по поводу подробно. Когда люди в паре проживут 10-15 лет, я даю писать брачный психологический договор, вы удивитесь. Мужчины заполняют его, ну, на несколько листов больше, чем женщины. Женщины, наверное, не верят, что мужчина может что-то исполнить из этого психологического брачного договора. А мужчина пишет, пишет, пишет. Но я думаю, что вот эти мифы и рифы, которые ждет, которые ждут ваша семейная лодка, та пресловутая горбушка, вы не станете ею давиться, а дадите своей партнерше. Мы будем говорить о степени взаимного доверия и принятия. Много вопросов на эту тему. Мы будем с вами говорить о том, как вы относитесь друг к другу, к здоровью собственному, к родственникам. Пропишите отношения к родственникам. А вы знаете, сколько проблем с родственниками. Напишите, сколько вы хотели иметь детей. Когда вы уже имеете детей, напишите, а почему у вас несогласованность в воспитании. Пропишите о своем свободном времени, об увлечениях. Ну, конечно, есть серьезные вопросы. На верности измену. Есть вопросы интимного характера. Это о сексе в вашей жизни. А ведь секс составляет основу семейной пары. Конечно, и о личной, и психологической свободе будут задеты вопросы. О каких-то привычках. Ну, о некоторых принципах и лозунгах, которые вы проповедуете. Ну, чтобы не было то, как за красных и за белых. И когда вы напишите каждый отдельно этот психологический брачный договор, вы можете спокойно за рюмкой чая сверить их, обговорить. И иногда, когда семья находится в кризисных ситуациях, говорю, ты напиши, и ты напиши. Отдайте мне, я прочитаю, я немножечко вычеркну то, чтобы не обижало другого. И мы сначала предложим часть этого брачного договора. Сотрем некоторые острые углы, чтобы не обидеть. И я смогу донести до партнера ваши желания, которые вы изложили так остро, так резко в этом психологическом брачном договоре. Наверное, я вас уговорил. Обращайтесь ко мне, я вам вышлю этот психологический брачный договор. Вы его будете сами заполнять. А если захотите, обратитесь ко мне. Я помогу вам его проверить. Ну, как тот юрист, который проверяет юридический брачный договор о материальных претензиях. А я проверю, чтобы у вас была счастливая жизнь, а не счастливый развод от того юридического брачного договора, который я советую тоже писать. До встречи, друзья!